Всем привет! Сегодня речь пойдет об ароматах осени, и у меня их довольно много, порядка 20, может даже чуть больше, поэтому я решила не включать их все в одно видео и разделить это видео на две части, чтобы не было слишком долго и нудно. И я также поняла, что и сами ароматы у меня тоже отличаются по характеру, потому что некоторый аромат подходит больше для первой половины осени, более теплый, к такому межсезонью, и когда погода все еще напоминает нам о том, что лето пришло совсем недавно, но вторая половина ароматов больше подходит для более поздней осени, и ты уже ощущаешь это холодное дыхание. Поэтому я решила еще раз таким образом разделить свои ароматы, тем самым разделить видео на две части. Сегодня будет первая часть, посвященная ароматам более теплой осени, первой половины осени, и все ароматы, которые вы увидите, кстати, в первом и втором видео, это абсолютно новые ароматы, которые я еще не показывала в своих видео, за исключением одного, с которого я хотела бы начать сегодняшнюю подборку, это ароматы, которые я показывала в своем видео об ароматах бренда Миколев, и говоря о том, что вот мне так понравился 10-миллилитровый пробник, который у меня был фирменный в наборе, что я решила взять целый флакон, потому что это лимитированный выпуск, и аромат посвящен 20-летию, он так и называется, 20 лет, посвящен юбилею бренда Миколев, и сам по себе аромат, он очень и очень праздничный. Когда я его слышу, я представляю себе какую-нибудь старинную итальянскую виллу с огромной парадной лестницей, с какой-нибудь интересной красивой балюстрадой, с огромной люстрой в сотне свечей, с переливающимся хрусталем бокалов, с позолотой в интерьере. Я читала в англоязычных комментариях, в описании этого аромата, многие писали, что он звучит очень дорого для них, они писали, что это smells very expensive, но для меня это не дороговизна, а именно праздничность в этом аромате. Сам по себе аромат это сочетание нот фруктовых, очень сочных, красивых фруктовых нот, с пачулями, тоже очень явными, для меня они здесь пузырьковые такие, напоминают о шампанском, может быть это еще один отсыл к празднику, кстати, вот такие же пузырьковые пачули я слышу в аромате джимичу, классическом джимичу, то есть это легкие пачули, не землистые, не тяжелые, не шоколадные, а легкие такие вот пачули, в сочетании с нотами карамели, ванили, то есть в нем определенная сладкая база, но при всем при этом аромат совершенно не звучит как типичные люксовые фручули, это все же аромат, у которого есть классический стержень, он дает некоторую отсылку к старой школе, хотя звучит очень современно и совершенно не ретро, на мой взгляд, вот, красивый очень аромат, у него хорошие технические параметры, в том смысле, что, конечно, он не шельфейд километровый, конечно, у него нет какой-то запредельной стойкости, у него довольно-таки политкорректные параметры, в этом смысле, но на одежде он держится долго, на волосах тоже, и в общем и целом, конечно, его можно носить в небольшом количестве на каждый день тоже, но для меня это все-таки аромат праздник, прежде всего, я носила его летом несколько раз, не душила абсолютно, он мне очень нравился, и поэтому, собственно, я решила взять хоть и небольшой, но полный, целый флакон. Следующий аромат, это аромат, с которым началось мое знакомство с брендом, о котором я ничего не знаю, я только знаю, что это бренд Пауэл Терренси, речь идет о бренде Giardino Benessere, и аромат называется Amber, но интересно, что там, как аромат звучит, я совершенно не ассоциирую его с амброй, той самой кристаллизированной, которая заявлена в пирамиде, для меня это такое мягкое, теплое, воздушное, легкое, пудрово-миндально-ванильное облачко, которое так приятно окутывает себя, аромат женственный, мягкий, ненавязчивый, но в то же время довольно слышный и стойкий, несмотря на его прозрачность и кажущуюся легкость и вуальность, тем не менее, он довольно цепкий, он довольно долго держится и на коже, и на одежде, и в общем и целом он мне напоминает аромат от Reminiscence Mask, но вот в Reminiscence Mask мне очень не хватает этой цепкости, аромат слетает с меня буквально мгновенно, здесь она есть, у аромата такая же, можно сказать, тот же посыл, тот же характер, они похожи в этом смысле, только в Reminiscence есть Mask, мускус здесь его нет, здесь в пирамиде заявлены ноты гелиотропа, который дает этому аромату вот эту вот пудровость и отчасти миндальность, есть ваниль, есть кристаллизированный амбр, как я уже сказала, есть лабданум, и Apoponex, в общем и целом, если посмотреть на пирамиду вот так вот, то создается впечатление, что аромат очень тяжелый, например, он мне напоминает, эта пирамида мне напоминает пирамиду, например, аромата Noto Absolue от Bottega Vianita, но ничего общего, по характеру и вообще по прозрачности эти ароматы совершенно разные, в то время как Noto Absolue он такой вот тяжелый, он такой вот глубокий, многогранный, я бы сказала, что этот аромат больше на позднюю осень, даже на зиму, в то время как этот аромат более легкий, более воздушный, более молодой, более каждодневный, как мне кажется, такой вот аромат, который подойдет всем и подо все. Хорошая вещь на каждый день, может даже стать чем-то ароматным, я, если вам понравится, такой вот легкая, непринужденная, приятный очень носу пудрово-ванильная облачка, как я уже сказала, с некоторыми оттенками миндаля. Следующий аромат тоже можно назвать пудровым, но для меня он больше помадный, и речь идет об аромате Angel's Dust от бренда Francesca Bianchi, бренд носит имя парфюмера, который создает эти ароматы, то есть авторские ароматы, и они очень необычные. Я очень рада, что познакомилась с этим брендом, потому что мне очень близка вообще тематика, мне близко качество, и то, что заложено в ароматах, мне очень близка их глубина, игра, потому что ароматы все очень сложные, они очень объемные, как я уже сказала, очень глубокие, и даже цвета вообще у жидкости, которые делают в начальской банке, они все очень темные, густые очень, сам по себе ароматы, и технические параметры, конечно, но аромат у всех замечательный, чувствуется очень, что для парфюмера это тоже имеет значение. Этот аромат переводится как, название этого аромата переводится как ангельская пыль, то есть здесь явный отсыл идет к пудре, то в моем случае все же я слышу в этом аромате такую жирную розную пудровую отдушку помады, красной, алой, яркой красной помады. В примете заявлены и ирис, и мимо здесь, я не ошибаюсь, здесь есть бальзам тола, здесь есть некоторая сладковатость, мне кажется, здесь есть ваниль определенно, и, по-моему, даже заявлена роза, но вот розу я определенно слышу в этом аромате, вот именно с этой алой розой у меня ассоциируется эта алая красная помада, а аромат такой вот ретро-косметики, я бы сказала, и многие очень, я думаю, со мной согласятся, у кого есть этот аромат, он меня отсылает в эпоху Голливуда, в то время, когда главными дивами были Греты Гарбо, Мерлен Монро, то есть это вот та эпоха, при этом, что интересно, аромат совершенно не звучит неносибельно, то есть он, да, в нем есть некоторый отсыл к ретро, но это носибельное ретро, это то, к чему мне часто тянется рука, и мне хочется слышать в себе этот аромат, потому что в нем есть, наверное, вот эта мягкая сладость, современная ванильная составляющая, которая вытягивает, наверное, этот аромат из той эпохи и переносит уже вот сюда в наше время. Интересно, что моему мужу, который не очень любит подобный аромат, этот аромат очень понравился тоже, что удивительно, потому что он ярый поклонник современного люкса, такого вот понятного, приятного, вот этот аромат ему тоже очень понравился, он очень глубокий, он меняется на коже, он играет, он слышный, он держится на одежде сутками, вот, все, в этом плане у него все в порядке, очень советую познакомиться вообще с ароматами Франческо Бианки, это прекрасный парфюмерный дом, мне кажется, с великолепными традициями, такой вот небольшой, это ниша, естественно, и мне, как я уже сказала, мне очень близка вот эта вот идея, и вообще общая тематика, и философия, которая вообще заложена в эти ароматы, которую она закладывает в эти ароматы, в общем, я буду продолжать знакомиться с ароматами Франческо Бианки, мне это очень интересно, следующий аромат тоже от Нишелу дома, но это уже азербайджанский парфюмер, я говорила уже о его ароматах до этого в других видео, речь идет об ароматах Мурада Мессуда, и Мурад любезно предоставил мне три своих аромата, один из которых запал мне в душу, и, как мне кажется, отлично подойдет как осенний аромат, он называется Жюльян, и когда я его послушала, я распылась в улыбке, потому что мне это очень понравилось, но я не сразу поняла, что это, это вот тот случай, когда так хорошо смешаны ингредиенты, когда ты не можешь вычленить никакой компонент, мне кажется, это и есть главный успех, наверное, парфюмера, когда аромат звучит очень цельно, и ты не можешь понять, что же это, отнести его к какой-то категории, определенно в аромате есть зелень, это точно, аромат зеленый, собственно, и цвет, мне кажется, специально жидкости был придан такой вот зеленый цвет, зеленоватый оттенок для того, чтобы еще больше подчеркнуть эту зелень, даже после того, как я прочла пирамиду этого аромата, она все равно не пролила свет для меня на этот аромат, потому что все равно он остался загадкой, и в пирамиде заявлены ноты земли, пачули, табак, дубовый мох, есть бергамот, есть груша, но может быть пачули, это еще то, что я могу как-то хоть вычленить из этого аромата, но вот больше ничего, я не могу сказать, что для меня это шипр, или это определенный табачный аромат, или я в нем слышу какие-то фрукты, нет, это единое целое, ни на что не похоже, для меня это аромат загадка, он таким, собственно, и остается для меня, я слышу в нем немного, как мне кажется, мускатного ореха, мне кажется, у меня есть некоторая ореховость, у меня есть немного вот пачули, наверное, намек, но вот если бы я не прочла пирамиду, и если бы меня спросили, что вы в нем слышите, я бы не смогла объяснить, вот, интересно, что когда я нанесла этот аромат, я прошла мимо сестры, она сказала, что она душилась ангелом, то есть для нее этот аромат звучал именно так, а мне кажется, что у них нет ничего общего вообще, но это очень интересная работа, заслуживающая внимания определенно, замечательная работа, спасибо еще раз Мураду, я буду с удовольствием ждать его новых работ, и следующий аромат, это аромат, с которым меня познакомил мой муж, что не часто, кстати, происходит, и это аромат от бренда Костюм Националь, который я все время обходила стороной, потому что мне не очень нравился форм-фактор и сами плаконы, и название, вот это джей, ничего не говорящее, потому что мне хотелось все-таки, чтобы название мне хотя бы, хоть как-то намекало на то, что внутри аромата, я тестировала этот аромат три раза, и все три раза он мне очень понравился, то есть каждый раз, проходя мимо вот этого вот корнера, где представлены ароматы Костюм Националь, я подходила каждый раз к этому аромату, чтобы еще раз убедиться в том, что он мне очень нравится, это цитрусово-бело-цветочный аромат, и в нем главные, конечно, ноты, это именно цитрусовые в самых верхах, это и мандарин, это и бергамот, это и апельсиновый цвет, но вот сердце этого аромата, бело-цветочное, оно мне очень напомнило почему-то сердце аромата Эйлен от Мюглер, я думала, что только я одна такая, и я посмотрела, кстати, в комментариях, в программике, кто-то еще тоже об этом упомянул, хотя в пирамиде не заявлен жасмин, но при этом заявлены какие-то другие белые цветы, но при этом определенно у меня есть такое ощущение, в нем отсутствует вот эта вот теплая база Эйлена, он более прохладный, естественно, но в то же время, и цитрусовый, естественно, более прохладный, но в то же время я не могу сказать, что он похож котик на один из фланкеров Эйлена, на которых у меня, кстати, много более свежих, цитрусовых, таких вот разбеленных, нет, все равно он не похож на них, но тем не менее он напоминает мне Эйлен, в нем нет абсолютно никакой химии, он очень свежий, но при этом теплый, он довольно стойкий, несмотря на свою вот эту вот свежесть, белизну, потому что у меня ассоциируется с белым цветом, потому что он такой вот свежий, прекрасно проливает свежесть после душа, я думаю, что он идеально подойдет именно для теплой, осени, для первой половины, вот цитрусы будут все еще напоминать о прошедшем лете, но тем не менее это не свежак, это не типичный свежак, это очень качественная, хорошо сделанная работа, да, это не открытие Америки, здесь нет ничего нового, но тем не менее это очень хорошо и качественно сделано, и со стойкостью у него все в порядке, его вполне можно носить спокойно на работу, в офис как мужчине, так и женщине, что интересно, муж, он тестировал этот аромат именно как мужской, и, честно говоря, мы очень удивились, когда увидели в программе, что он позиционировался как женский, я бы сказала, что это абсолютный унисекс, он одинаково красиво будет звучать, по-мужски на мужчине, по-женски на женщине, в общем, от души советую, о нем мало кто говорит, но мне кажется, это отличный, такой вот среди нишевых ароматов, такой вот средний, очень хороший, качественный бренд, который делает, как мне кажется, замечательный, заслуживающий внимания аромат, и вот это один из них. Следующий аромат, это аромат, который я приобрела до отъезда в Баку, после того, как я попробовала пробники фирменные из набора Juliet Hazega, и это единственный аромат, который мне вызвал желание побежать и купить его в целом ведре, речь идет об аромате Lady Vengeance, это такие вот жирные пачули в сочетании с жирной красной розой, аромат действительно из серии каких-то таких вот страстных и в то же время драматичных очень. женщин, аромат Lady Vamp, Fan Fatal, это аромат, который спокойно могла бы представить себя на Ума Турман в фильме «Убить Билла», вот это вот кровавое месиво, и эта красавица-женщина. И тогда, в общем-то, я, собственно, решилась на целый флакон, и когда я его получила, я на него обиделась. Страшно, потому что я поняла, что аромат переформулировали до неузнаваемости, изменили акценты так в этом аромате, что теперь он звучит и не имеет ничего общего с тем, что было до этого, и ни название, конечно, вот этого Lady Vengeance, ни цвет флакона, им больше совершенно не подходит, в нем больше не осталось никакой драмы, он превратился в такой вот свежачок, как мне кажется, аромат, ассоциирующийся с свежестью, он стал очень молекулярным, он мне стал очень напоминать ноты парфан, вот, я поэтому на него очень сильно обиделась, положила его куда-то в уголок подальше, вот, и уехала. После того, как я приехала, и абстрагировавшись, и забыв вообще о том, что я ожидала услышать в этом аромате, снова его попробовав, я поняла, что он неплох, он очень даже неплох, да, акценты расставили, да, его коммерциализировали, да, его сделали более легким, воздушным, свежим, более современным, более молекулярным в духе самого бренда, но в общем целом он неплох, поэтому если вам нравятся такие ароматы, как ноты парфан, то я думаю, что этот аромат тоже, несмотря на название, и он лишился всего этого драматизма, он тоже имеет все шансы вам понравиться. То есть, если раньше основным костяком аромата были именно жирные вот эти вот пачули с розой, которым я так люблю, и это был действительно аромат, который был очень требовательным, он требовал красной помады, кожи, какой-то драмы от женщины, то есть в нем был трагизм, наверное, отчасти, то сейчас он лишился всего этого, его стало очень легко носить на каждый день, акцент переместился на молекулярность, на Айсу Супер, на Амбраксан, на ваниль, который тоже стал в нем слышна, то есть это такой вот свеже-сладковатый молекулярный аромат, очень приятный носу, комплементарный, как мне кажется, потому что он понравится всем, потому что он стал таким вот коммерческим. Жаль, конечно, жаль очень, потому что я все же поклонница первой формулировке, мне очень нравится характер в аромате, особенно такой вот драматичный, но, тем не менее, еще раз, если абстрагироваться от названия, от цвета флакона, от того, что было раньше, то это совсем неплохо и прекрасно подойдет на первую половину осени, как такой вот, с одной стороны немного свежий, с другой стороны цветочный, сладковатый такой вот аромат молекулярный, современный, молодой, вот, поэтому советую познакомиться, если вам нравится такой тип ароматы, то, наверное, вам это тоже понравится. Следующий аромат я приобрела в Баку, не вслепой, естественно, по затесту, в магазине, я очень долго мучила продавца, и он мне показал, наверное, ароматов 25, и сначала, когда он мне показал этот аромат, я поднесла блотер к носу, потом, да, неплохо, и отложила, и когда я сделала круг, и еще прослушала ароматов 10, снова к нему вернулась, я сказала, дайте это. Речь идет об аромате артольфато, и это тубероза ванилу. Это такая сладкая, ванильная, жирненькая, такая вот лактонная тубероза, которую раньше я не любила. Кстати, у меня есть некоторая зелень все же, мне кажется, что этой зелени, как правило, добавляет гордене, которая тоже указана в пирамиде. Собственно, как называется, так и пахнет. Это бело-цветочный туберозно-горденевый, я все же сказала бы, букет, в сочетании с сладкой ванилью, но не душащий, то есть это не переслащенный, на мой взгляд, аромат. Он красив, особенно красив в сердце, мне кажется. Вначале, наверное, все же в нем превалирует именно тубероза, и она слышна. У меня с туберозой сложные были отношения до недавнего времени, пока главным ароматом в моей туберозной подборке коллекции, скажем так, был аромат Майкл Корс. Там мне было действительно тяжело, вплоть до головной боли, я поняла, что тубероза не моя нота. Но потом я с помощью аромата Парфюмс Дамарли Сэдбери прониклась любовью и теплом к этой ноте, и вот потихонечку она набирает обороты, эту любовь. И вот это один из ароматов, который мне тоже очень понравился, и мне кажется, он на первую половину осени, даже на вторую и третью, если была третья, я имею в виду зиму, он тоже отлично подойдет, потому что он согреет, конечно, поднимет настроение. У него определенный итальянский характер, естественно, он громкий, он теплый, он красивый, он женственный, белоцветочный. Моя сестра его окрестила как взрослый. Я до недавнего времени еще раз тоже считала туберозу цветком взрослых, таких статных, даже отчасти грузных женщин. Но впоследствии мое отношение к этому цветку полностью сменилось сейчас, я к нему очень лояльна. И вот этот аромат я не воспринимала как взрослый абсолютно, он очень теплый, очень женственный, мягкий, приятный очень. Мне очень нравится сочетание туберозы и ванили, мне кажется, замечательный просто, замечательный микс такой. Некоторые его сравнивают с Ammoage Honor, некоторые с Love to Be Rose. И я не знаю, мне кажется, что нет. Мне кажется, что он стоит отдельно все же. И ни Honor, ни Love to Be Rose мне в целом в лаконе приобрести не хотелось. А вот этот захотелось. И я совершенно об этом не жалею. Я еще раз повторю, что с техническими характеристиками у меня все прекрасно. Он очень стойкий, он очень громкий, он очень диффузный, у него прекрасная проекция. Шлейф, хвост, все что угодно, все у него есть. Все как мы любим. И следующий аромат, это аромат знакомства с брендом Alexander J. Я все время проходила мимо этого бренда, потому что я немножко побаивалась мускусной составляющей. У меня есть ощущение, что там есть некоторое сходство с Монталем, собственно, как и в внешнем виде флакона. Эстетика которого мне совсем не близка. Речь идет об аромате Zafir Ud Vanille. И не стоит бояться, потому что вот как раз уда в этом аромате, мне кажется, и нет вообще. Это такая вот молочная ирисная, ирисковая такая вот конфетка, молочная ириска, скажем так, с некоторым добавлением кокоса и легкой какой-то древесностью где-то в базе, и ее практически не слышно. Вот честно говоря, мне, конечно, хотелось бы, чтобы дерево и даже, может быть, уда было в этом аромате чуть больше, чтобы у него было больше характера, что ли. Чтобы у него появился какой-то вот стержень и какой-то хребет или какой-то скелет, не знаю. Но вот в общем и целом, конечно, он очень приятный, прекрасно подойдет, кстати, и девочкам тоже до 20 лет. Он понравится, потому что вот эта вот ванильная ирисковая конфетная кокосовая составляющая понравится очень многим. Он незатейливый, незамысловатый. Его многие сравнивают с ароматом от Серджи Лептанс, ванильный лес. Но я сомневаюсь в сходстве, потому что уж слишком он для меня поверхностный какой-то, такой вот сладкокомпетный, несерьезный. И если у вас есть, кстати, ванильный лес от Серджи Лептанс, и есть этот аромат, если вы делали параллельный затест, то обязательно напишите, неужели на самом деле они так похожи. Потому что мне кажется, например, я уверена даже, что в ванильном лесе, наверное, все же лесной составляющей, древесной составляющей должно быть больше. И если бы ее было больше, то мне кажется, и аромат звучал бы, как мне кажется, интереснее. Вот, так, в общем-то, это неплохо, это приятно, и на первую половину осени подойдет, потому что аромат не тяжелый совершенно. Назадить его полностью полупрозрачным я тоже не могу, за счет сладости, молочности, лактонности, такой вот рисковой составляющей. Но, тем не менее, это совсем неплохо, на каждый день тоже вполне подойдет, никого не удушит, не побеспокоит. Так вот, уютно, тепло, приятно, и мне кажется, даже какой-то теми по-домашнему. Следующий аромат можно купить, к сожалению, только в Баку, в Будьках Ида, и это аромат, который посвящен одному из великих произведений Низами Генжи Ви, Лилия Меджну. Аромат так и называется, Лилия Меджну. И Лилия Меджну – это поэма, которая кому-то очень напомнит по своему содержанию, драматичности и не очень положительному сходу роману Джилету, только на восточный манер. А сам аромат совершенно не имеет таких характеристик, в том смысле, нет в нем ни тревоги, ни трагизма никакого. Наоборот, он очень яркий, счастливый, фруктовый, плотный при этом довольно, поэтому, в общем-то, я не могла носить его летом. Здесь заявлены ноты черные бузины, здесь есть персик. Вот персик я могу точно сказать, что персик-манго для меня вот так звучит, фруктовая составляющая этого аромата, в сочетании с нотами взбитых сливок. Но я бы сказала больше, что у меня есть ощущение, что это либо бобы тонкой, либо ваниль, есть в нем эта сладость, а сливочность и лактонность я в этом аромате не ощущаю. Здесь также заявлены ноты шампанского и написано, что весь аромат выстроен вокруг ноты шампанского. Я бы сказала, что я шампанского в нем не слышу, но я слышу, например, лаванду, как мне кажется. В нем есть вот эта составляющая лаванда плюс бобы тонка, все-таки, мне кажется, в нем определенный есть, хоть в пирамиде не заявлено. Но в общем и целом, аромат очень позитивный, яркий, фруктовый, теплый, сладкий, согревающий, в то же время напоминающий о лете, о том, что все еще есть фрукты, все еще их можно купить и поесть. И технически, конечно, это один из типичных ароматов бренда Еда, потому что они отличаются своей громкостью. Здесь очень большое содержание масла, более чем 20%, это ощущается, аромат жирный, такой вот красивый аромат. У меня не было сомнений, как только я его послушала, я даже не ждала сердца и базы, я сказала дайте, потому что это действительно, не знаю, поднимает настроение, его улучшает, становится с ним очень комфортно, приятно, молодо, к тому же. В общем, замечательное мое приобретение, еще одно, буду с удовольствием пользоваться вот сейчас, хотя у нас сейчас все еще 40 градусов за окном, и вы скажете, ну как же ты рассуждаешь об осенних ароматах, сидя в пустыне. Но я большую часть своей жизни прожила в правильном, нормальном климате, где осень была настоящей, промозглой, сырой, ветреной, дождливой. Так что, в общем, у меня есть представление об осени. Так что, отличный аромат, который, кстати, из начала осени, также может плавно перейти к концу, вот, и даже в зиму. Отличное приобретение, он, к сожалению, пока доступен только в Баку. Ну и последний аромат на сегодня, это аромат, который сегодня на мне. Творение Бретран Душафора, великого парфюмера, аромат от Ля Арцезам Парфюмера, это Делирия. И это восхитительный просто аромат. Моя любимая интеллектуальная гурманика. Сочетание несочетаемого, сочетание теплого с холодным, съедобного с несъедобным. Все, как мне нравится. Это холодное, морозное, сладкое, десертное, красное, сочное, карамелизированное яблоко. Здесь заявлены ноты металла в пирамиде, но я этот металл, например, интерпретирую как озон, как холодный, морозный воздух, как альдегиды, если хотите. В нем нет для меня металла в том смысле, какой иногда я, например, вкладываю в аромат, когда я слышу в нем метапу. Он для меня часто бывает тревожным, часто бывает угрожающим каким-то. Здесь этого нет абсолютно. Это вот тот озон, та прохлада зимняя, которую ты слышишь с человека, который вошел в теплое помещение с холода. И вот такой вот типичный озоново-металлический такой вот аромат. И при этом ощущение, что он кушает такое вот десертное, карамелизированное, сладкое, конфетное яблоко. И при этом оно сочное, несмотря на то, что оно карамелизированное, внутри оно остается свежим и сочным. Хотя снаружи оно покрыто такой вот хрустящей карамельной, такой вот корочкой сладкой. Здесь заявлено нота ватой, вот этой вот сахарной, естественно, красное яблоко, карамель. Для меня все же у него тот же самый посыл, тот же самый характер, что и у аромата ангел от Терры Мюглер. Он ассоциируется с зимней крисмусовской ярмаркой, со сладостями на морозе. Вот. Потрясающий аромат, необычный, как и все ароматы этой серии у Али Арсенант Парфюмер, который создавал Беретран Дешифур. И пока два аромата, которые у меня есть из этой серии, они мне оба очень нравятся. Они оба очень необычные, ни на что не похожи. Да, в них есть сочетание несочетаемого, в них есть. В них спорят ноты, спорят они порой кажутся совершенно противоположными и друг друга отрицающими в какой-то степени. Но, мне кажется, мастерство парфюмера именно в том, чтобы поженить неженимое и сделать из этого произведение искусства. У него в этом аромате, мне кажется, 100% это получилось. У него прекрасные технические параметры, замечательная стойкость, шлейфовость, все на уровне. И вот, мне кажется, он и по цвету, и вообще по содержанию, мимо сегодняшнего наряда, очень подходит. А на сегодня это все. Я очень надеюсь, что подборка была интересной, нетривиальной, не сбитой, информативной, познавательной какой-то, развлекательной, если хотите. Если это так, то, как обычно, я вам буду очень благодарна за вашу поддержку в виде лайков. Не забывайте подписаться, если вы еще не подписаны на мой канал. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски. Я, как обычно, приглашаю вас посетить свой инстаграм. Если вам понравится контент, не забудьте подписаться. Ну, а я, как обычно, желаю вам отличных выходных, замечательных в следующей неделе. Всех благ, здоровья, всего самого наилучшего. А я, в свою очередь, очень надеюсь увидеть вас в своем следующем выпуске. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok